Подставка для второго ребенка Annex Kiddie Board на канале One Baby Здравствуйте уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре коляска, которая на самом деле очень популярна в России Это коляска Annex Board 2 версия Но этот обзор мы посвятим на самом деле не самой коляске, мы просто пробежимся об основных изменениях, которые коснулись версии 2 В основном мы постараемся вам рассказать вот об этой новинке Это как раз тот случай, если у вас рождается новорожденный, но есть братик и сестренка, которому где-то 2, может быть там чуть побольше лет И как обычно ссылку на магазин, где можно купить коляску и подножку вы найдете внизу в описании И еще, если в процессе просмотра видео у вас возникли вопросы, вы всегда можете задать их в WhatsApp Ссылку на WhatsApp найдете внизу Или просто позвонить по телефону, который вы видите на экране, или телефоны также указаны в описании Итак, у нас с вами на обзоре коляска из серии Discovery Dark Forest У нас с вами Annex Board 5 в 1 Почему 5? Потому что у нас с вами будет люлька, будет прогулочный блок, будет автокресло, база и еще подставка Так как видео на самом деле уже достаточно много снято по этой коляске Поэтому я лишь упомяну, чем версия 2.0 отличается от предыдущей Итак, поехали! Обратите внимание, что у нас на обзоре версия Discovery Поэтому она будет отличаться от обычной Но правда она будет и подороже Итак, у Discovery будет комбинированная сама ткань Здесь она будет, знаете, из такой, типа что-то такое вязаная, но спрессованная ткань И достаточно, я думаю, теплая, особенно для предстоящей зимы Здесь у нас будет эко-кожа Здесь также будет эко-кожа Причем в обычных версиях встречаются версии в зависимости от расцветки Комбинированные также с эко-кожей Но вот эта часть, даже на комбинированной, будет все равно тканевая На некоторых расцветках здесь все же будет эко-кожа Итак, давайте уже расскажем про сами эти отличия Если говорить о накидке на ножки, то изменений здесь нет Все точно так же крепится по бокам и сверху на молнии Но отличия коснулись капюшона Если помните, на первой версии нужно было на две кнопки нажать И при этом еще опускать капюшон Во второй версии они это исправили Причем кнопки можно не то что нажимать, не нажимать одновременно Можно просто их по очереди нажать С одной стороны, с другой стороны И у капюшона еще появились несколько положений Одно из них промежуточное Одно положение, второе положение То есть вот это положение есть промежуточное и вертикальное На первой версии такого не было И причем все эти движения, если слышите Вернее не слышите, потому что это все происходит бесшумно Изменений внутри нет Это все тот же будет хлопок Сам матрасик будет кокосовый Размеры тоже не изменились Здесь в районе ножек будет кармашек Он будет на молнии Что приятно, комплектация тоже не изменилась И в комплекте останется так, любимая мамами, сумка-рюкзак В комплекте у нас будет дождевик Будет вот такая сумочка-органайзер Будет москитная сетка Ну и в самой сумке здесь куча отсеков На самом деле очень классный аксессуар Далее давайте сразу перейдем к раме Потому что как раз у рамы больше всего изменений было Давайте разбираться Здесь у нас ушко Причем если в предыдущих коллекциях было непонятно Есть ушко на раме или нет Сейчас вы можете быть уверены В версии 2 ушко будет обязательно Ушко для подстаканника я имею ввиду Давайте спускаться вниз Здесь у нас изменились амортизаторы Они имеют другую форму Хотя принципиальных отличий в эксплуатации я не вижу Я думаю большинство мам на это бы не обратило внимания Также у нас изменилась вот эта вот часть Это как раз место складывания Если посмотрите я когда буду складывать Это место складывания вот этот сустав Почему это сделано? Это сделано потому что в Европе начал действовать новый стандарт По этому стандарту вот эти все открывающиеся узлы Они должны стать безопасными В том случае если допустим я сюда поставлю палец И начну складывать и раскладывать коляску Я не смогу себя навредить Вот это вот новый стандарт европейский Собственно поэтому Анекс был вынужден изменить вот этот механизм раме И еще одно изменение на самом деле оно важнее как я считаю Это как раз колеса Если помните в первой версии колеса будут всегда надувные Во второй они уже гелевые Анекс пошел на самом деле в ногу со временем Потому что большинство производителей перешли уже на гелевые колеса Они мягкие, они легче чем надувные колеса И они не прокалываются Поэтому тоже очень хорошее решение А еще обратите внимание Теперь на колесе у нас выдавлен логотип Анекс Я думаю мамам это понравится И будет интересно посмотреть Зимой будет видно этот отпечаток на снегу или нет В прогулочном блоке на самом деле изменений практически нет Вернее есть только одно Стало более горизонтальное положение спинки Если видите оно не полностью горизонтальное Там знаете разница градусов в 10 Было 160, стало 170 Объясню почему не сделали полностью горизонтальный Потому что под весом ребенка Когда коляска чуть под амортизацией будет уже наклониться Оно станет полностью горизонтально У нас с вами на обзоре коляска 5 в 1 Поэтому мы конечно должны рассказать про кресло Собственно говоря никаких изменений в кресле тоже не произошло Но давайте посмотрим как оно должно устанавливаться В комплекте есть вот такие адаптеры Кресло у нас мы его снимем с базы Про базу расскажу чуть поподробнее Чуть попозже Снимаем Попадаем в базы И устанавливаем В комплекте с креслом будет накидка на ножки Капюшон вот такой вот Но на самом деле интереснее даже будет рассказать про базу База изофикс Она имеет 3 точки крепления Вот так вот изофикс в задней части И упор Награ так называемая в пол в передней части Что еще здесь интересно В передней части будет индикатор Когда кресло будет установлено Индикатор переключится в зеленый цвет Сразу обмолвлюсь Что база изофикс Это конечно опциональная вещь Ее покупать не обязательно Потому что кресло можно установить в автомобиле Зафиксировав его штатными автомобильными ремнями Против хода движения Базу изофикс Мы рекомендуем лишь тем родителям Которые часто передвигаются с ребенком на автомобиле Потому что реально в базе будет удобнее и быстрее крепить автокресло И еще на базе вы правильнее просто установите кресло Будет меньше шансов установить кресло в неправильном машине Итак, собственно, давайте переходить к тому Ради чего, я думаю, большинство из вас Начало смотреть это видео Давайте сделаем обзор на эту подставку Анекс Кидди Борн Обратите внимание, что эта подставка сделана именно для детей Ее можно начать эксплуатировать Если ссылаться на инструкцию Начиная с 15 месяцев И максимальная нагрузка 20 кг А что у нас здесь будет? У нас здесь будет подставка На которой могут встать ножками ребенок Здесь будет сидячее место Причем здесь имеется мягкая подушечка Здесь будет ручка, за которой может держаться ребенок Кстати, в случае необходимости Вот эту штуку можно будет снять И еще, что здорово Здесь будет даже амортизация Соответственно, ребенку будет мягко сидеть на подушечке Плюс еще на самих колесах есть амортизация Соответственно, ребенку будет очень мягко ехать Кроме того, здесь у нас будет три регулировки Одна здесь, которая будет отвечать за наклон вот этой части Дальше у нас будет вот здесь регулировка Которая будет отвечать как раз за то Насколько близко подставка будет к самой коляске И одна регулировка будет вот здесь Она будет отвечать, насколько вот эта часть хомута Будет отставать от рамы Еще два момента Представьте, что я мама И, соответственно, я буду вот так вот идти да, я, возможно, буду спотыкаться, а у ребенка невозможно, но точно, поэтому шаг должен быть достаточно умеренным, да. Но, тем не менее, здесь будет достаточно места для ребенка. Ребенку, если представить, что у него голова здесь, то, в принципе, тоже достаточно места для того, чтобы смотреть по бокам. И еще момент. Если ребенок у вас, еще ему высоко здесь, можно вот эту штуку вот таким вот образом откинуть, опустить вверх или вниз и обратно поднять. Вот таким вот образом можно регулировать еще и по высоте. В случае необходимости, на самом деле, это сидение можно даже снять совсем. В таком случае ребенок будет просто ехать стоя. Здесь снизу есть кнопка, на которую я нажимаю и вытягиваю эту штуку вверх. Итак, давайте подытожим, кому же подойдет вот этот комплект 5 в 1. Или я бы его даже еще назвал не 5 в 1, а тандем, потому что можно будет использовать для погоды. Итак, если у вас рождается ребенок сразу после первого, напомню, можно начинать использовать с полутора лет, то этот комплект прям для вас. Как мы уже с вами заметили, здесь будет достаточно места для ребенка, ему будет комфортно, потому что есть амортизация и так далее. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. А вам желаем легких родов и здоровых малышей. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok